Все мы хотим выглядеть молодо, но как этого добиться? Самый главный орган, который это обеспечивает, это мозг. Но не спешите выключать сейчас этот ролик, потому что мозг, как ни странно, действует и на нашу кожу, на наши глаза, на наши волосы, действует самым прямым образом. Он обеспечивает красоту, свежесть и молодость всего вышеназванного. Если вы, глядя на себя в зеркало, вдруг думаете, ага, надо идти к косметологу, что-то с моей кожей не так, с моими волосами непорядок, ведь это ни кожа, ни волосы вам сказали. Сказал ваш мозг. Он начинает относиться к вашему внешнему виду критично. Очень интересный научный факт. Есть в науке такое понятие теломеры. Теломеры — это специальные участки на концах хромосом. Они защищают генетический материал клетки. И очень важно, что на длину теломера влияют самые разные факторы. Возраст, пол, стресс, недосыпание, болезни. И все это сокращает длину теломера. Почему это важно? Чем короче теломеры, тем мы стареем быстрее. И вот в недавнем исследовании, которое было проведено в университете Калифорнии, было показано, что те люди, которые занимаются медитацией, имеют более длинные размеры теломера. То есть их генетический материал в клетке защищен хорошо. И стареют они медленнее. Второй вывод, который сделали ученые, это чем дольше люди занимаются медитацией, тем лучше обстоит дело у них с теломерами. А в другом исследовании, результаты которого были опубликованы в журнале «Психо-нейроэндокринология» в 2013 году, было показано, что люди, занимавшиеся медитацией, имели не просто здоровые теломеры, а размер их увеличился. Медитация способствует регенерации нашего мозга, нашего организма и препятствует процессам старения. О физической активности. Финское исследование «Фингер» показало, что люди, которые сохраняли физическую активность, которым давали соответствующие рекомендации по питанию, по профилактике вредных факторов, влияющих на их здоровье, улучшали когнитивную функцию на 25%. Регулярные физические упражнения. Пусть это будет невысокоинтенсивное упражнение. Кстати, исследования 2021 года показали, что необязательно надрываться в спортивном зале достаточно низкоинтенсивные, но регулярные физические упражнения. Это мой посыл к людям зрелого возраста. Питание. Очень важный момент. Известная фраза, что если ты хочешь похудеть, ты должен немножко недоедать. Да, одна из рекомендаций. Но обратите внимание на то, не только как часто вы едите, когда вы завершаете последний прием пищи, но и что вы едите. Очень важен рацион. Мы ведь сталкиваемся с тем, что часто человек ест однообразную пищу. Вот он привык есть с утра кашу, в обед есть один и тот же суп, вечером макароны. И в нем нет в этом рационе ни овощей, ни фруктов. И об этом очень много сказано диетологами, что необходим разнообразный рацион, который богат и витаминами, и клетчаткой. И, кстати, про витамины. Мало кто знает, что уровень витамина В и витамина Д оказывает существенное влияние на работу нашего мозга. Попробуйте его проверить, и вы убедитесь сами, что в средней полосе России в регионе не очень богатым солнцем уровень витамина Д очень низкий в популяции. В этой ситуации вам необходимо его поддерживать. Ну, какими-то добавками извне. И еще очень важный момент. Это сон. Я всегда говорю, лучше не доесть, чем не доспать. Средняя норма продолжительности сна – 8 часов. Но вот сейчас вы увидите рекомендации Национального фонда по исследованию сна Соединенных Штатов Америки, в которых показано, что детям надо спать дольше – 9-10 часов. Людям зрелого возраста порой достаточно и 5, и 6 часов для сна. И, собственно, у каждого из нас с вами своя особая норма сна. Ну, считается 8 плюс-минус какие-то минуты. Хороший, доброкачественный, полноценный сон. Почему это важно? Во время сна мозг продолжает работать. И во время сна работает так называемая глинифатическая система, о которой мы рассказывали в наших роликах, посвященных сну, гигиене сна. Я сейчас не буду углубляться в эту тему. Только скажу одно. Во время сна мозг очищается от нежелательных продуктов распада. И это помогает ему сохранить что? Его молодость. Наша молодость – это не только молодость тела или нашей кожи, наших волос. И я никоим образом не умоляю то, что кто-то ходит регулярно к косметологу. Это здорово. Но все ваши усилия у косметолога могут оказаться абсолютно напрасны, если вы не следите за своим питанием, за своим сном, за тем, как вы активны в физическом плане, как вы активны в ментальном плане. Разговаривайте с умными людьми. Изучайте иностранные языки. А главное – не ленитесь. Берегите себя, ваш мозг, вашу молодость. Удачи вам! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!